Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Начинаем новый влог, будет много интересного. Итак, поехали! Мы в Олексине, и тут такой крутой магнит косметики. Даже Ксюша зацедила, сказала, что мы много чего набрали. Сейчас покажу вам, что у нас в покупочке. Так, первое. Это крестюшки-игрушка. Причем я хотела ей взять пирамидку классическую, потому что у нас есть пирамидка, но она не полностью еще Ксюшина. А Ксюша говорит, что ей будет это интереснее. Мы взяли вот такую. Здесь можно собирать пирамидку из бабочки. То есть от бабочки отделяются детальки, можно собирать пирамидку. Ксюшка сказала, что будет интереснее. Не, ну сейчас не надо открывать, Зойечка. Зачем? Мы дома откроем. Пока у нас крестушка спит, мы вам снимаем лавочный обзор. Взяли вот такой массажер для кожи головы, потому что наш сломался. Старый розовый, по-моему, еще с Алика. И мы любим таким массажерами спинку друг друга массажировать. В общем, на него была скидочка интересная такой, да, вот, силиконовый вроде. У нас такой есть. Да, был, сломался, да, поэтому мы взяли новый. Так, дальше, что? У нас турцияник, по-моему, на 1300. О, как вид, купончики дают магнит. Сейчас посмотрим. Ксюшка давно хочет покрасить волосы. У меня просят, потому что сейчас у нее возраста очень много. Девчонок красит волосы. Я взяла вот такую краску. И, кстати, себе фара. Это же больше ничего яркого не было. Только фара. Я себе такую серую, по-моему, убрала, если я не ошибаюсь, если это она. Она меня не взяла. Для светло-хамелированных волос, для темных не рекомендуется. У нас они темные, но они свои. Поэтому, не знаю, как возьмет, не возьмет. Мы кончики так вот попробовать. В общем. Ну, кончики, все губы. Нет, всю губы мы не будем красить, хоть он в школу не пустит. Попробуем. Я думаю, она не сильно возьмет, она не будет яркой. Посмотрим. Побаловаться. Набор резинок взяла Ксюшке. Потому что у нас здесь резинок нет. Такие абсолютно нейтральные, черные. Шампунь она себе выбрала, сказала, очень любит. Раньше маленькая была, любила этот шампунь с бананом. Миньоны, вот, покупку себе повторила, что чем-то рубри я была. Ксюшке взяли вот такие вот милые игрушечки. Я думаю, она оценит резиновые. Она любит это дело брызть. Купаться мы с ними не будем в резиновых игрушках. Плесень заводите, да? Мы будем с ними играться просто. Такие два пупсика, мальчик и девочка. Они купаются, да? Так, что взяла? Салфетки Каспер. Сейчас они тут у нас на дачу улетают. Вообще на раз-два. А, я себе взяла вот такой вот беленький топ. В размере цель. Вот такой. Обычный топ, он на тонких бретензиках, к сожалению. А так вроде ничего добротный. Носить, таскать. Так, ну и все, что ли? Что-то ничего не взяли, а 1300 отдали. Сейчас чек посмотрим. Вот он чек. Что у нас тут? Оттеночный крем. Да, шампунь детский. Влажные салфетки. Набор игрушек для ванны пупсики. Женский, бесшовный. Вот этот раз. Там массажер, да, игрушка. И резинки для волос. Да, все. Тут 1375. За это все. Но все покупчики такие интересненькие. Будем играться. Это оказался вообще оттеночный бальзам, а не краска. И, мне кажется, будет просто легкий оттенок. Не более того. Ну, посмотрим. Вообще, минут 20 на волосах подержим. А на сухие волосы наносили. И там один тюбик внутри его прям было маловато. На самом деле, по-хорошему, от полтора бы тюбика ей хватило. Но так прикольненько. Еще при естественном освещении пока какой оттенок на волосах. Ну-ка, повернись передо. Хотя, вот так вот. По факту, на мокрых волосах такой вот легенький оттеночек. Как бы есть и все. Не более того. Естественно. Ну-ка, давай спинкой. Такой вот легкий оттенок. Это на обесцвеченных, конечно, делать. Но он, тем не менее, есть. Он есть. Такой красивенький отлив. Сейчас высохнуть, посмотрим. В сухих волосах у Ксюшки такой небольшой отлив есть красноватый. Не больше, не меньше, естественно. Такой вот легенький. Ну-ка, повернись. Так прикольно. Зато глаза такие синие становятся, да? Да, посмотри на нас. Хватит губы храсти. О-о-о. Да? Ага. Как обыграть синие глаза. Легким оттенком красных волос. А я вам сейчас покажу вкусный рецепт кабачков. Кабачков сейчас, мне кажется, у всех уже много. Урожай пошел. Да, в том числе и у нас. Сейчас расскажу, как делаю. Делаю. У нас мука. Обычная, какая есть в доме, подсоленая. Кабачки. Я все равно их почистила. Прям овощечисткой тоненькую кожуру сняла. Это молодой кабачок. Да? Режем колечками. Толщиной, ну вот, такой приблизительно. Дальше. В другую чашку, что я намешала, девчонки? Здесь у меня приправа. Сейчас покажу, какая очень вкусно с ней получается. Можно любую, какую вы любите. Яйца. Чуть-чуть солюшки. И сыр потертый. Сыр тоже какой есть. У нас вот маздамы, моцарелла. Да? И потом еще мы сверху, вот, потертый сырочек, будем присыпать их. Приправа вот такая. Очень вкусная. Овощи с прованскими травами. Получается вообще здорово. С вами обваливаем кабачок в муке. Как следует. И потом будем обваливать вот этой жидкости. С сырочком и со всеми делами. И на сковороду. Обжариваем с одной стороны, переворачиваем на другую и сверху посыпаем немножко сыра. Такие красавцы получаются. Я зажариваю до корочки. Да, вот сырок сверху расплавляется. Можно подавать соусом, но мне нравится и так. Нежненькие, вкусные. И ароматные. Заказали в Алексею доставку. Ядекс-маркет сейчас крестюшка свалит. Памперсы новые, подгузники. Не памперсы. Попробуем. Посмотрим. Девчонкам в телеграмм обещала. Вот, сейчас положим. Все, пакет теперь грязный. Распакуем и посмотрим. Потому что тут такая беда случилась. В Алексею детский мир закрылся. А мы в последнее время брали подгузники Baby Go. Цена устраивает. Как бы и качество все нормально. Не протекают на ночь. Хватает ничего. И даже на пункты выдачи Озон почему-то не доставляют. Хотя детский мир доставляет. Вот. И мы задались вопросом, какие брать. Baby Go на Озон и Вайлбери стоят бешеных денег. Как Агис и памперс. Поэтому смысла нет. Мы какую-то марку выбрали. Я даже не знаю. Девчонки, какую я? Распакую вам все, покажу. Что мы выбрали. Сейчас едем на дачу. Что будем делать? У нас интересный план действий, конечно. Я купила краску 8.11. Лореаль. Которую мы красили с вами до этого. 8.11 мешали. С 8.63 поинт. Помните, да? Потому что мне не нравится уровень девятки. Мне не нравится. Вот уровень восьмерки, да. Все классно, супер. А уровень девятки мне не нравится. Слишком светлый. Я так не люблю. Вот. Поэтому сходили в Магнит Косметик. Купили красочку. Сейчас покажу. Еще кое-что. Вот краска. Лореальевская. Будем краситься на даче. Ну а что? Вы никогда не красили волосы на даче? Купила первый раз, девчонки, попробовать вот такой вот фруктис. Не смывашку. Сос кератин. Кто пробовал, напишите, как вам. Вроде хвалят. И расческу Магнит Косметик взяла себе. А у сестры такой же фирмы расческа. Мне очень понравилось. Вообще не дерет волосы. 229 рублей, по-моему. Краска 367. 360 с чем-то на скидках. Нормально здесь ее много. Мне хватит. Не хочу уровень девятки вообще. Уровень восьмерки, да, нормально. Девятка прям очень светло. А семерка очень темно. У меня здесь подгузы и салфетки. Сейчас распечатаем, все посмотрим. Кстати, намазала. Я уже эту краску не первый раз крашу. И знаю, чего ожидать. Цвет красивый. Правда, не очень стойкий. Но я думаю, на моих обеспеченных волосах он будет более-менее стойкий. И на тонировочку мою, да, любимую. Очень хорошо ляжет. Вернее, тонировочка на эту краску. Салфетки как-то дешево. Там тоже были набором аура. Пальцы от помидоров вообще капец. Так, вот. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Шесть упаковок по сто штук, да. Вот, правда, клапан не твердый. Такое, ну ладно, ничего страшного. Как-то вот триста с чем-то рублей они были. Все шесть штук. Правда, так себе. Так себе. Такие прям вот. Совсем бюджет. Ну ладно, ничего пойдет. Нам здесь в основном на даче ими пользоваться. За такие деньги пойдет. Вот подгузы. Ага. Хелен Хелпер, да, получается. Это трусики. Я никогда в жизни такие не была. Я даже не знала, что Хелен Хелпер выпускают подгузы. Давайте распечатаем гляданем, что ли. На первый взгляд прям тоненькие. Хорошенькие тоненькие. Я так понимаю, вот эта попка, где у нас с вами дата стоит. Хорошая резиночка. То есть такая прям хорошенькая. Я скажу тогда как по размеру, потом мы их оденем. И тонюсенькие. Прям тоненькие. На лето хорошо должны быть. Смотри, выглядит вот так. Ничего как бы особенного. Но вот эти типа две полоски должны сдерживать влагу. Да, резиночка вот как бы по бокам. Такие вот подгузы. Манжетка сверху еще. Да, вот такие вот две полоски. Посередине и больше ничего такого вот сверхъестественного в них как бы нету. Да, такие вот. В общем, походим, посмотрим. Потому что цена более-менее. Цена более-менее. Особенно Яндекс. Маркеты. Если первый раз делаешь заказ, там еще скидка 500 рублей. Я вам промокод оставлю. То есть если первый раз делаете заказ, на 2500 делаете заказ, 500 рублей скидка. Как бы вообще красота. Выходит выгодно. У меня там баллы накопительные списались. У меня тоже вышло прям дешево совсем хорошо. Я уже так потемнела знатно. Но я знаю, чего ждать. А то восьмерки она сначала темная, а потом будет светлая. Ничего. Все хорошо. Скоро будем смывать. Ну что, смыла. Пока при искусственном освещении. Как всегда, цвет крутой. Все супер. Сейчас за одной фруктисной смывашку попробуем. Потому что здесь на даче, естественно, фена нет. И сушить я ее не взяла бы даже с собой. Пусть отдохнут немножко от фена. В естественном освещении цвет. Но камера, конечно, искажает. Ну прикольненький такой. Высохнет. Посмотрим. Адели, кстати, подгузники эти. По размеру они соответствуют, как и Baby Go четверка. То есть у нас 9 с чем-то вес. И 7 с чем-то рост. То есть они высокие. Весь животик закрывает. Они прям хорошо. Они немалые. Может быть чуть-чуть даже великоваты. Но вот прям как надо. То есть супер вообще. День следующий. Девчонки, вот цвет волос показываю. Вот уровень восьмерки это мое. Но он немножко зеленцой. Потому что мы с вами делали без 63-го оттенка. Ну бог с ним. Я уже не стала мне как замандит покрасить. Я уже не могу ждать, допустим, краску свою. Свою поинт-263. Зато они в хорошем состоянии. И фруктис понравился. То есть вот волосы без фена, без укладки лежат хорошо. Потому что так они мне вот тут сухие бы. Кто в лес, кто по дровам бы, да, лезли. А так очень хорошо лежат. Поэтому фруктисом пока тоже довольно. Ставлю прям пятерку и объем. Не могу понять, от чего не объем. Но явно не от краски, да. От фруктиса. Стало все с таким оливийным объемом вообще классно. В общем, на этом блог буду заканчивать. Надеюсь, вам было с нами интересно. Всем пока-пока.